Всем привет! Это подкаст номер 13. Ну и будем начинать. Первое, о чем бы я хотел вам сказать, ну, наверное, не первый вопрос, а вообще так, в целом, недавно на канале у меня вышел ролик, видео, там, 60 причин, почему не стоит покупать Peugeot 308. И в рамках моего канала, для моего канала, для того количества аудиторий, которое у меня есть, выстрелил ролик довольно-таки неплохо. И там даже были некоторые комментарии интересные, там, чуть ли мне кто-то и нехорошие жизни, желал, и всего самого неплохого, в связи с тем, что как-то не очень красиво я осветил нюансы автомобиля данного и так далее и тому подобное. Вот. Про это видео, что бы я хотел, немножко добавить и прокомментировать. На самом деле, причин не покупать автомобиль я еще больше нашел потом, вспомнил некоторые моменты, что-то, ну, подзабыл, упустил. Но не суть. Например, какие, вы можете спросить, крышка бензобака закрывается ключом, его нужно вместе с собой брать ключ и крышку бензобака, там, условно, на заправку. Ну, дурь, глупость, неприятно, мне не очень нравится. Но да ладно, я не про это. Я про что? Что, если вдруг вы не видели это видео, посмотрите, начнете читать комментарии. И вот есть такие странно негативные комментарии, какие-то вот прямо очень жестко негативные. Но в Ютубе есть такая штука, как данные, аналитика, статистика и так далее у того, кто является хозяином канала. Так вот, я посмотрел статистику данные вообще, в принципе, люди за это видео или люди против. Просмотров там уже, ну, прилично на данный момент. Если вам интересно, то по статистике видео это 92% положительные отзывы, то есть людям понравилось. И лишь 8% негативно об этом видео могут высказаться. Так что это по поводу, если будете читать какие-то странно гневные комментарии, что там автор идиот, какую-то ерунду наговорил и так далее и тому подобное. Ну, 92 на 8% я думаю о чем-то это говорит. Но это так, маленькое лирическое отступление и вступление. Если не смотрели видео, посмотрите, довольно интересно. Итак, давайте уже перейдем дальше. Второй вопрос, ну или, собственно, первый. Покажет ли компьютерная диагностика, нужна ли замена помпы или ремня ГРМ и прочее? Езжу год, 260 тысяч пробега и стоит ли делать диагностику для себя? Или ждать, пока что-то произойдет? По первому вопросу, покажет ли что-то диагностика, смотрите, если человек, который эту диагностику вам будет делать, да, там назовем условно мастер, если он не шарит, если ему не интересно, если он хочет на вас просто заработать денег, подключить какой-то прибор, посмотреть ошибки и так далее, то, да, вы можете хорошим прибором, например, Lexi, увидеть ошибки, которые вам не покажет другой прибор. Все, больше никаких данных, там, нужна ли замена, не нужна, вы ничего не увидите. Вы можете это увидеть по каким-то косвенным показателям, параметрам нестабильной работы двигателя или нестабильных каких-то характеристик двигателя, если, вот тут самое важное, если, если мастер очень компетентный и он по показателям работы мотора может сказать, что, ну, ему, допустим, что-то не нравится. Вот, а какое-то у тебя давление маленькое, а какое-то у тебя на холостых подача воздуха неправильная, а еще что-то, а еще что-то. Вот если мастер шарит, и он понимает те цифры, которые видит, что он значит, какие показания должны быть, тогда косвенно вы что-то можете увидеть. В противном случае ничего вы и близко не узнаете по поводу, там, бомбы, ГРМ и так далее. Тут визуально, визуальный осмотр под капотом больше вам даст знать. По поводу того, стоит ли это делать для себя, ну, тут, как бы, знаете, такой вопрос риторический. Вот я для себя, допустим, съездил не так давно к мастеру, к одному, кстати, очень толковый парень, если что. Надо ли это вам? Я не знаю. Можете ли вы, допустим, вы купили прибор, да, там я дальше буду говорить про ELM-327, маленький такой, всунули, почитали ошибки, скажете, зачем мне ваша эта диагностика, все, у меня есть прибор, я все вижу. А, друзья, нет. ELM-ка показывает далеко не все моменты, далеко не все, вот от слова совсем, далеко не все ошибки. ELM-ка показывает только основное. Поэтому после ELM-ки продиагностировать автомобиль, автомобиль свой на чем-то более серьезном, там, на той же лекции, вот прям есть смысл. Еще раз, вы ездите, у вас на автомобиле все хорошо, у вас никаких ошибок, у вас, предположим, что на приборной панели ничего не загорается, никаких ошибок в памяти нет, все здорово. Вы подключили ELM-327 и, о чудо, или наоборот, не чудо, о горе, вы увидели какие-то ошибки. Да, такое может быть, у меня такое было. Да, ошибки незначительные, да, там какую-то ерунду пишут, но тем не менее. Приборка ничего не говорит, не ругается, по факту ошибки есть. Вы их стираете, все хорошо, все здорово, замечательно, а нет. Если вы после этого включите, допустим, ту же лексию в диагностическом режиме и посмотрите ошибки, а лексия вам тоже может найти ошибки, которые вам не покажет ни компьютер, которые вам покажет ни ELM-327, их покажет только лексия. Ну, тут, как говорится, решайте сами, нужна ли вам диагностика посерьезней. Так что, вот, мое мнение, что да, однозначно надо, особенно если на автомобиле вы будете ездить, ну, какое-то более-менее длительное время. Вот, если коротенько, ну, понятно, что не надо, господи, едет и едет. Так что, решайте сугубо вам. Так, задавал мне человек вопрос по поводу печки. Проблему у него устранили. Значит, суть какая? Кто не смотрел вот это видео, посмотрите. Это из цикла интересной истории про Peugeot. Была у меня небольшая проблема с печкой. Что-то отдаленно похожее было у человека, с той лишь разницей, что у него, ну, как вам сказать, если у меня проблема была там буквально день-два, то у него она была побольше, и причина вообще другая. Но не суть. Кратенькая история. Не работает у человека печка. Все гудит, все хорошо, все здорово, не дует теплым. Если очень кратко, как он это обнаружил и увидел, и решил, у вас, если посмотреть под капотом, будет идти два патрубка, два шланга на печку салона. То есть, по которой у вас заходит с одной стороны теплый антифриз с двигателя. Он немного охлаждается, ну, посредством того, что тепло идет в салон, и дальше он выходит в двигатель. То есть, подача и обратка, по-русски говоря. Это если уже прям вот совсем по-простому рассказывают. Вот. И человек заметил, что у него разница между подачей и обраткой, она прям существенная. Прям очень большая по температуре. Прямо, наверное, ну, я так понимаю, рукой почувствовал. Прямо вот тут. Очень горячо, а тут прямо холодно. Все, начал копать дальше. Просто снял печку. Не печку, радиатор печки, который находится вот здесь под торпедой. И несложными вычислениями, а именно подул, понял, что там воздух даже еле-еле проходит. То есть, по-русски говоря, у него просто забилась печка. Вот, по-моему, он купил новую, если я не путаю. Вот это, если вкратце, вся история. Из плюсов-бонусов я не пробовал, но он говорит, что снимается отсюда радиатор именно печки. Ну, прям очень легко. Там два каких-то быстрозажимных фиксатора. Раз-раз. Ну, понятно, что там антифриз надо слить, чтобы тут все не залить, вот это все дело. Но сама процедура крайне несложная, скажем так. Из всех возможных вариантов, которые, ну, могли бы быть. Может быть, кому-то будет полезно. Следующий вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, удалил экологию, также несет грязью. Вырезал сажевик, вырезал катализатор, заглушил AdBlue и Olis. На игр сказали, пластину не ставят. То есть, он не закрыт. Появился шум из выхлопа. Перепрошили на Евро-2. У вас тоже Евро-2. Значит, по факту удалял экологию не я, удаляли мне ее в Витебске, еще предыдущий хозяин до меня. У меня просто бумаги остались, вот, ну, откуда я уверен, что это делали. По поводу физического удаления сажевый, да, удалялся. А катализатор нет. И, в принципе, учитывать их в настоящий момент требования при техосмотре, это неплохо. Потому что, насколько я знаю, ну, вот, везде оно так работает, не везде, везде такие суровые или нет. Если у вас вырезают и катализатор в том числе, вот он, допустим, под днищем, ну, банка на выхлопной трубе, если на техосмотре видят, что у вас есть вырез в катализаторе, все, вас даже не спрашивают, вы, ну, в теории, по крайней мере, вы не проходите техосмотр. Так ли оно, не так, не знаю, но вот так должно быть в теории. Вроде, как слышал, там, друг, знакомого, брата свата, что да, на самом деле так происходит, вы техосмотр не пройдете. Вот. По поводу евро-2, не евро-2, скорее всего, у меня евро-2. При всех прочих раундах. Только что у меня катализатор остался. Но точно сказать не могу. Были ли у меня проблемы с техосмотром? Нет, техосмотр я прошел, все с ним нормально. Если у вас нету физически, если физически не видно, что у вас удалялся сажевый фильтр и катализатор, и или-или, то все у вас будет хорошо. Как это физически видно, сейчас, думаю, вставлю или фотку, или видео, или вообще вот ссылку на видео, посмотрите, как я удалял на предыдущем автомобиле сажевый фильтр. То есть мне его вырезали из трубы. Соответственно, вам банку разрезают, кусочек, оттуда всю внутрянку выбивают и заваривают тем же куском, который, собственно, и вырезали. То есть у вас есть шов. Шов этот виден прямо очень хорошо. Вот прям очень хорошо. Не заметить его даже неопытному человеку несложно. А те, кто работает на станции техосмотра, ну прям грех этого не заметить. Да, может быть, сейчас умельцы будут как-то делать и вырезать не прямо, вот как у меня, да, там насильно, там раз залезли под автомобиль и вырезали. Может быть, они как-то будут снимать всю выхлопную систему, вырезать где-то ближе сверху, чтобы этого не было сильно видно снизу, чтобы это прям присматриваться надо было. Возможно, не знаю. Но по факту, если это видно, техосмотр вы, скорее всего, не пройдете. Ну, как бы не должны пройти, по крайней мере. При всем остальном проблем нету. Все, вот это на данный момент, как у нас обстоят дела в Республике Беларусь. Следующий вопрос. Смотрел ваше видео про аукцион. Как можно выяснить, что люди, которые мне предлагают транспорт, не мошенники? Хм, очень хороший вопрос. Лично мое мнение, вот сугубо мое, вообще не эксперт, не профессионал в этом, как вот, как живой человек, как автомобилист, любитель со стажем. Если вы этих людей, ну, которые вам предлагают, не знаете лично, если вы не знаете лично, вот прям кого-то очень хорошо, который прямо лично знает этих людей хорошо, вот вы, нет у вас такой ситуации, да, не знаете. Это где-то знакомый, товарищ, друга, брата, свата, кого-то, чего-то, но говорят, очень хороший, очень хороший. Вот, могут быть проблемы. Если люди, которые вам это предлагают, если у них нету там ни какого-то ресурса типа сайта или ютуб-канала или чего бы то ни было, который работает уже достаточно длительное время, на котором хорошие отзывы и так далее, хотя отзывы и комментарии можно при желании очень легко почистить, вот я вам честно скажу. Если кому-то интересно, на своем ютуб-канале, за мою память, по-моему, ни единого отзыва вообще я не удалял. Удалял сам ютуб, там, где была нецензурная какая-то брань. Ну, по-моему, и все. Ладно, сместились от темы. Что делать? Да что делать, я не знаю. Прямо надо хорошо этих людей знать, которые вам предлагают автомобили. В противном случае, ну, просто как-то понадеяться на то, что если у людей есть свои какие-то ресурсы, повторюсь, там, сайты, ютуб-каналы, там, не знаю, телеграм и все вот это остальное, если она работает долгое время, то с большой долей вероятности люди не будут рисковать данными ресурсами, а именно там, условно говоря, своим именем, чтобы заработать там какие-то несчастные копейки, 100, 200, 300 долларов, даже 500, им гораздо проще в какой-то спорной ситуации сработать себе в минус, но они при этом по сарафанному радио, они получат гораздо больше плюсов, когда люди узнают, что, а вот у меня вот было вот так, вот так, а вот мне пошли навстречу, а вот так вот хорошо, вот эти крутые товарищи, давайте заказывайте у них. Вот я бы только по этому ориентировался. Если долго работают, ну, и в целом, я не знаю, вот как-то вот они вам нравятся. По-другому, я не знаю, рекламу сейчас можно купить, это все можно купить, то есть, наверное, только время работы на рынке именно вот в этой сфере, если вы прямо, ну, нет у вас знакомых и никого. Кроме этого, как понять, что они не мошенники и вас там не нагнут, не обманут и что-нибудь, да никак, да никак. Сейчас любой дурак может купить прибор, любой дурак может посмотреть пару видео, как им пользоваться и как бы все, с вас денежку брать. Как-то так, грустно-печально, увы, такие реалии. Сарафанное радио и что подсказывает вам сердце, как говорится, все, других вариантов, мне кажется, просто и нету. Дальше. Можно ли поставить на Peugeot 308 пневмоподвеску и тем самым увеличить клиренс? Если под пневмоподвеской вы имеете в виду что-то такое, то, да, можно поставить, можно тем самым увеличить клиренс в некоторых ситуациях, когда вам это надо, когда машина нагружена или когда там сзади кто-то сидит и так далее. Но она будет немножко жестче, но клиренс немножко увеличится, ну и там вот плюсы вы сами знаете. Да, можно. Если речь идет о том, что, ну, бывают на французах на некоторых комплектации с пневмоподвеской, но это вообще другие модели автомобилей, то, ну, однозначно нет. Это надо таким обладать уровнем, желанием и инструментом, чтобы сюда внедрить пневмоподвеску, там, сферы, вот эти все дела. Вот это как бы нет, и таких комплектаций на этом Peugeot и не было. Вот она везде коляная, MacPherson сзади, балка, MacPherson спереди, балка сзади. Вот. Так что я надеюсь, что я понимаю этот вопрос правильно. И речь про вот эти вот резинки. Да, можно их поставить. Хорошо или плохо, я не знаю, но люди отзывались, что, ну, вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо, потому что минимальное изменение в конструкции, хотя оно есть, и техосмотр вы с такими штуками не пройдете, но их можно, как и называется, перед техосмотром снять. Ну, вот как-то так. Кстати, будет скоро видео интересное по поводу дорог, я думаю, вам понравится. Ну, чуть-чуть попозже, просто интересно, как бы, как история закончится. Она началась, не буду спойлерить, пускай будет небольшой сюрприз. Нормальный ли пробег 170 тысяч для данного автомобиля? Peugeot 308 2015 года. 170 тысяч, я вам скажу так, для этого автомобиля, если за ним ухаживали, если его не убивали, если его не насиловали до вас, не всегда это возможно узнать, но, тем не менее, предположим, вот если все было с ним хорошо, 170 тысяч для него жизнь, ну, почти только начинается. Ничего критичного с ним случиться не должно. Какие-то мелочи могут случиться. Насколько их будет много и как вам повезет, не повезет, посмотрите мое видео «60 причин, почему не покупать». То есть на любом автомобиле есть минусы, они вылазят, там прям самые распространенные, которые у него бывают. Их вот, как бы, вроде бы и много, если подумать. Но они все копеечные. По большому счету, да, за редким исключением, они все копеечные. Вот. Это я все к чему? Что этот пробег для данного автомобиля, ну, не критичен вообще. По мотору так однозначно не критичен. Ничего с ним страшного не случится. Однако, есть небольшой нюанс, что на пробеге 170 тысяч, предположим, да, вот вы будете покупать, и предполагаемый пробег, пускай он будет условно честный, 170 тысяч, мотор, 1.6 дизель. На этом пробеге вам нужно сделать большое ТО. Ну, как большое? Поменять ГРМ, помпу, ремни, вот эти все ролики. Ну, это как бы считается большое ТО. Но плановое, как раз там, если я не путаю, 160-180, где-то в этом промежутке на этих моторах их делают. Плюс ко всему, на этом промежутке, если у вас еще работает экология, вам нужно будет поменять жидкость Иолиса. Это та, которая маленькая, там, литр, по-моему, находится под задним колесом бачок. Вот. То есть, нюанс какой? Потенциально, если мотор не убили, машину не убили, 170 тысяч для нее это вообще не пробег, смело берите, не загоняйтесь. В то же время, будьте готовы, что сразу вложить в нее какое-то количество денег на техобслуживание нужно. Учитывая, опять же, этот Иолис, он как бы дорогой, там такой нормально. Он вам встанет практически, наверное, в замену ГРМ. Ну, без малого, я тут сильно уже оперирую. Но довольно-таки дорогой. В остальном, если вас ничего больше не беспокоит, да, все будет хорошо, все здорово. Удалил экологию, и теперь машина коптит и тянет это в салон, когда стоишь на месте. У вас тоже нет экологии. Какая ситуация на автомобиле? Могли либо вы снять видео с выхлопом из трубы на холодную и звук в подкапотном пространстве после того, как заглушили. Большое спасибо. Значит, смотрите, ситуация тут примерно какая. По поводу того, мог бы ли я снять видео, но в целом, да, единственное, что я только не совсем понимаю, что вы хотите там увидеть и услышать. Давайте так, если под этим видео будет много комментариев, что да, хотим видео про то, как у тебя тарахтит твой мотор 1.6, ну да, без проблем, что-нибудь такое тогда сниму. Второй момент по поводу того, насколько все это дело у меня тянет в салон автомобиля. Ну, честно, до вашего комментария я вообще даже не слышал, что такая проблема у людей есть. Вот, чтобы вы понимали, насколько тянет. Ну, не тянет никак. Чтобы потянуло в салон, это прямо, ну, как-то надо совсем неудачно стать. То есть ветер должен прям совсем как-то вот индивидуально, эксклюзивно, неудачно падуть в ту сторону, чтобы он прямо вот задувал туда, откуда у вас забирает воздух в салон. Не знаю, до этого момента вообще не сталкивался с этим. Все хорошо, все замечательно. Вот, может быть, у вас какая-то проблема в том, что где-то подтекает воздух под капотном пространстве. Вот, может быть, в этом нюанс. Потому что у меня, ну, вроде как с выхлопной все нормально. Ну, и, соответственно, повторюсь, никаких проблем с этим нет. Хотя соглашусь, что да, после вырезанной экологии сам аромат из автомобиля естественно и предсказуемо. Он не очень хороший, он не очень приятный. Был опыт владения автомобилем с евро 5, не евро 6. Там выхлоп был как на рабочей системе, прямо вот, ну, божественный. Наверное, не надо никому рассказывать. Очень хороший. Прямо стоишь рядом с автомобилем, не пахнет ничем. Там современные бензинки стоят и курят в стороне. Вот, вот настолько не пахнет ничем. Евро 6 я подозреваю, что еще лучше все в этом плане. Когда все это дело удаляешь, и у тебя получается там что-то порядка евро 5. Ой, тьфу, евро 5, евро 2, наверное, что-то плюс-минус у тебя выходит, смотря как удалить. Может быть, евро 3. Ну, да, да, ароматик появляется неприятный. Правда, справедливости ради скажу, что я в настоящий момент добавляю присадку одну в автомобиль. Не буду говорить, какую, потому что я хочу провести, так скажем, полный цикл. Уже вот скоро будет год, как я ей пользуюсь. Вот попользуюсь год, выпущу видео, хорошо или плохо. Там есть свои нюансы. Вот, так это я к чему? Что да, вот эта присадка прям реально уменьшает вот этот едкий запах после удаления экологии. Это факт. Все остальное, говорю, потом, но чуть-чуть попозже. Там не прямо завтра будет видео. Мне надо доездить, повторюсь, цикл. Ну, вот какой-то такой ответ. Так, девятый вопрос. Планирую покупку автомобиля Peugeot 308, T9, либо 2014, либо 2016 год выпуска. Изначально присматривал бензиновые автомобили, но по количеству прочитанных комментариев и статей понимаю, что лучше дизель. Неужели с бензиновым мотором тут печаль? Опять-таки. В дизеле стрёмно AdBlue. Тут ситуация какая? Там ставилось... А что сюда ставилось? Если я не путаю, наверное, 1.2 и 1.4, я не знаю. Поищу картинку, ставлю, какие именно моторы ставились на данный автомобиль. По поводу того, насколько это грустно и насколько это печально. Насколько мне известно, самый печальный бензиновый мотор на Peugeot, не только этих, куда их только не ставили. Это 1.6, вот 1.6 бензин от Peugeot с индексом EP6 и там дальше разные маркировки. Вообще просто убегайте от него, он вам не нужен. Масса проблем, тем более со старыми моторами. Тем более, когда вы не знаете, как его обслуживали, что с ним было. Прям горе-горе, беда-беда. Это вот однозначно. По поводу других моторов, вот там 1.2, вот если не путаю, я говорю, будет фотография. Прямо каких-то супер негативов я про них не слышал. Наверное, просто потому, что они крайне не распространены на вот этих пыжиках. Вот крайне не распространены. А не распространены они по одной простой причине, что в Европе любят дизеля, многие. В Европе любят универсалы дизеля, многие. И получается такая ситуация, что есть мотор 1.6, его любят, он экономичный. И, о господи, он реально удачный. С ним проблем прямо, ну, немного. Я не могу сказать, что, ой, он миллионник. Да нет, там есть свои нюансы. Но на фоне всего остального проблем с ним очень мало. И получается, вы хотите вот этот автомобиль, да, вот этот. Есть мотор 1.6, прям беспроблемный. Ездит вообще, о господи, сколько, не пойми. Очень-очень-очень много. Экономно, все здорово. Еще и на вторичке его продадите. Его так все любят. И детали, и вагон. Что вы выберете? Бензин. А зачем? С бензином. Я не уверен, что там прям много проблем. Но с бензином проблем, скорее всего, будет больше. Хотя бы потому, что запчастей на вторичке, там, если мало ли что-то на разборке понадобится, ну, прям в разы меньше. Вот прям и к бабке не ходи. Все вот эти пыжики тотальные массово на моторах 1.6. Ну, тотальные массово. И другие, понятно, есть. Но вот абсолютно большинство на 1.6 сейчас потихоньку они переходят на 1.5. Потому что года выпуска посвежее, и там нет других вариантов маленького объема дизельных. 1.5. То, что вы боитесь системы AdBlue, не зря боитесь. Она у всех ломается, да, к сожалению. На пробегах, а-ля там, я не знаю, 150-200, как правило, у всех она ломается. Или начинаются какие-то нюансы различной степени тяжести. И в зависимости от этой степени тяжести, может быть, что-то детское, может быть, несерьезное, может, недорогое, ну, вот, как правило, начинаются какие-то косячки. И при наличии этих косяков люди начинают понимать, что они дальше будут с этой системой делать. Чинить или удалять. Если болячка детская, недорогая, несерьезная, люди ее исправляют, чинят, ездят дальше, там, до 250, к примеру, тысяч. Появляется проблема, она уже серьезная, тогда ее удаляют. Потому что починить ее, ну, чтобы хорошо и как это нужно делать с оригинальными запчастями, ну, в абсолютном большинстве случаев не ремонтопригодно, дорого, необоснованно. Вообще глупо, дорого и глупо. Как-то так. Поэтому пробег 150-200 есть вероятность, что она поломается, эта система. Да, тут не буду ничего каких-то иллюзий строить по этому поводу, и вы не строите. Все решайте сами. В остальном, кроме этой системы, движок прям вот, ну, прям хороший. Есть моменты, есть нюансы, но они все недорогие и копеечные на фоне других, там, скажем так, нюансов на других автомобилях различных. Смотрите сами. Следующий вопрос. Хотел спросить. Однажды утром машина, машина выдувала холодный воздух. После повторного включения вечером уже дул теплый воздух. Добавил 50 миллилитров антифриза. В чем могла быть проблема? Значит, в количестве антифриза я сомневаюсь, что могла быть у вас проблема. Вот прям как-то, как-то очень странно. Какой-то электронный глюк. Возможно. Опять же, я не знаю всех нюансов. Это зима, лето. Что, где, почему и так далее. Если у вас стоит электрофен, но, опять же, он немножко не так работает на этом Peugeot. Короче, я не знаю. Если кто, может быть, как-то сталкивался с интересными моментами по печке, отпишитесь. Вот что это может быть? При прочих равных. Вот сначала дуло холодным, в следующий раз зашел в автомобиль вечером. При прочих равных. Раз и сразу со старта дует тепло. Почему? Электрофен? Не знаю. Не готов сказать. Ну, кроме этой идеи у меня на других просто не возникает. Одиннадцатый вопрос. Наши 308-е вроде не дают высадить аккумулятор. Если вы сейчас про энергосберегающий режим, то он работает вообще немножко по другому принципу. Тут не совсем про то, что высадить аккумулятор. Он прям такой странно нежный режим. Он на многих Citroen, там, ой, много где он ставился. Может ли сам автомобиль в принципе дать другим каким-то способом себя высадить? Я вот не готов вам сказать. Про энергосберегающий режим я сделаю, наверное, видео, потому что он такой, он интересный, короче. Про него ну, прям надо делать отдельный видос, потому что там есть нюансы. Он не настолько, блин, он не такой, чем, он не то, чем кажется на первый взгляд. Если по-простому, энергосберегающий режим, если очень по-простому, ну, это прям вот очень кратко, сидите в автомобиле, пользуйтесь автомобилем буквально 30 минут на заглушенном двигателе. 30-40 минут. Все. И автомобиль автоматически переходит в энергосберегающий режим. То есть летом музыку на пляже вы не послушаете. Почему? Ну, потому что вот такой автомобиль. Второй момент. Если напряжение у вас ниже определенного какого-то там, то вы тоже перейдете автоматически в энергосберегающий режим. Допустим, вот как я пользуюсь вебастой по утрам. И довольно часто на самом деле прихожу утром в автомобиль, ну, когда езжу мало. То есть, когда в городе езжу только работа, дом, работа, дом, работа, дом зимой. И каждое утро завожу, каждый вечер завожу вебасту. Аккумулятор высаживается быстрее, чем заряжается. Приходишь в автомобиль, только вставил ключ, что в энергосберегающий режим. Поначалу меня это прям сильно пугало. Потому что я думал, ну, все, как бы аккумулятор, наверное, гамон. Ой-ой-ой, ай-ой-ой. Нет, я всю зиму так отъездил, я за ним наблюдал, я тестером смотрел, какое напряжение на аккумуляторе. Ну, не буду спойлерить, сделаю полноценный как-то выпуск по этому поводу. Если кратко, то, в принципе, да, за счет этого энергосберегающего режима, наверное, машина не даст сама себя высадить как-то сильно при помощи дополнительных устройств. То есть у вас работает, да ничего у вас не работает, когда энергосберегающий режим. Ни мультимедиа, ни музыка, ничего. Завести автомобиль, аварийка, и то аварийка, по-моему, даже без звукового сопровождения работает. То есть вот настолько он энергосберегающий. Вот. Но дает ли этот энергосберегающий режим какие-то другие бонусы, кроме того, что портит вам жизнь? Я не уверен. Ну, поясню, что я имею в виду. То есть пришел, включился энергосберегающий режим, все, и теперь хорошо, у вас машина там 4 недели на морозе на стоянке будет стоять. Вот я вот это не уверен, что тут прям такого плана какая-то защита хитрая. Не знаю. Так что, вот, выйдет видео, все вам подробно по этому режиму расскажу. Как решить проблему? Смартфон коннектится с головным устройством без проблем. Звонки проходят отлично, но при включении на смартфоне навигатора пропадает пропадает голос сопровождения. Как их подружить? Честно, понятия не имею. Если вы про Android Auto, я вот почему-то так, наверное, понимаю, потому что другим способом я, допустим, соединиться с автомобилем не могу. Был бы Android Auto, смог бы, но у меня смэг, а у вас наг. Это разные операционные системы вот этого головного устройства. Ну, не суть. В общем, если кто знает, кто сталкивался с такой проблемой, то, ну, расскажите человеку. Возможно, как-то это ему поможет. Но, повторюсь, на смэге, вот как у меня старых годов выпуска до рестайлинга, давайте так, такая схема вообще не прокатит, вы ничего тут особо не подключите. Может, кто в курсе, что значит ошибка U12-18, автомобиль 308, SV 2019 год, 1.5, Blue HDI. Значит, смотрите, в принципе, эта ошибка, она может много чего на самом деле означать. По умолчанию, в общем, если вы начнете гуглить смотреть, и у меня такая была ошибка. Это ошибка, когда один блок почему-то не дружит с другим блоком, либо же к одному блоку вы не смогли подключиться там каким-либо устройством, или вот что-то подобное. То есть, ошибка коммуникации чего-то одного с другим в автомобиле. То есть, там блок контроля не подружился с каким-то другим блоком. Что-то такого плана. Насколько это страшно? Все крайне индивидуально. У меня такая ошибка вылазила, даже периодически иногда вылазит. Я до сих пор не могу понять, в чем дело. То есть, если бы я не видел, что, не видел бы, что такая ошибка у меня вообще есть, в принципе, периодически, я бы даже, ну, не понял бы, что это какая-то проблема. Давайте вот, наверное, так вам скажу. То есть, что называется, вот настолько интересный вот этот прикол 12-18. Для кого-то ошибка это может быть важной, да, там что-то, один блок не работает с другим и какие-то начинаются проблемы. Но в целом, в среднем, по умолчанию, в общем, ну, это вообще полная ерунда. Касаемо вот этой ошибки, кстати, пока не перешел к другому вопросу, появилась у меня такая умная идея. Она не очень умная, исходя из того, что я уже говорил. Если вы подключили, допустим, ELM-ку и у вас выбивает вот эту ошибку, то я бы вам очень советовал подключить что-то посерьезнее ELM-ки. Скорее всего, вас выдаст больше каких-то ошибок и исходя из этих ошибок вы уже сможете понять, в чем вообще прикол и в чем дело. Вот. Я бы вот так даже вам посоветовал. 14 вопрос. Привет. Не думал установить переднюю камеру? Привет. Не думал. Потому что ее надо покупать, ее надо как-то дружить и, ну, это все мелочь, на самом деле. Я не сильно вижу в этом смысла. Да, если бы она была, конечно, в комплектации, это однозначно не хуже. Тут спорить глупо. Но ее отсутствие при наличии штатных передних парктроников, ну, как бы, я не знаю, я не чувствую никакого дискомфорта. Я вам так скажу. То есть, все нормально, все замечательно, парктроники со своей задачей справляются. Мне дополнительная камера, например, не нужна. Может быть, кому-то нужна. Следующий вопрос, 15-й. На что вы смотрите в автомобиле, когда готовитесь к дальней дороге? Ну, если речь идет о том, как я там готовлюсь условно к дороге, что проверяю, да, честно вам сказать, да, ничего. По одной простой причине я в этом плане технически немного загнан. То есть, я, в принципе, не ленюсь хотя бы раз в неделю открыть капот и посмотреть, что под ним, что с уровнем жидкости, есть ли там какие-то подтеки, не подтеки, что-нибудь, я вообще, не знаю, вот просто открываю, смотрю, так, что новенького? Ага, ничего. Что с маслом? Есть масло. Ага, хорошо. Поехали дальше. О, воду надо залить или там не замерзай, куда залил. Все. В остальном у меня домкрат в машине всегда, запасное колесо всегда. Какие-то первые там средства для возможной какой-то там аварийной помощи а-ля изолента, скотч, проволока и что-нибудь такое вот прям, ну, может реально пригодиться, а когда на трассе где ты найдешь, там, я не знаю, порвался патрубок, да, там какие-то проблемы, что-то начало сифонить. Первое дело какое? Изолента. Там как пойдет. Ну, к примеру, я понимаю, я сейчас отдаю себя отчет, что далеко не всегда эта схема работает, но так, мало ли, что-то где-то чего-то. то есть вот изолента, я имею в виду сейчас большая, серая, хорошая, которую, не знаю, можно там самолеты чинить. Ну, и все. Плюс у меня в автомобиле всегда есть набор инструментов. И в этом автомобиле, в предыдущем, это не потому, что автомобиль ломье, но как-то я себя приучил, что должен быть набор инструментов. Мне с ним легче, спокойнее, и, в принципе, иногда что-то делаю, и даже не только в автомобиле, и на даче, и там с какой-то техникой, оборудованием, у меня всегда набор инструментов. То есть, еще раз, домкрат, набор инструментов, элементарные какие-то средства, проволока, изолента, там что-нибудь, предохранители, пару лампочек. Ну, это у меня всегда есть, не только перед дальней дорогой. Поэтому, сказать, как именно я готовлюсь и делаю там вот чего-то такого особенного, ничего вам не скажу. То есть, для меня это вообще стандартный режим. Пятнадцатое. Под такси, эта машина норм будет или нет? Ну, если предположить, чтобы вырезали экологию, мотор, в принципе, проедет много, но, блин, да жалко этот автомобиль под такси. Как-то он сильно хорош, хотя бы банально салоном. Ну, прям, жалко, ну, его же ушатают. Просто зачем? С этой точки зрения, ну, не понимаю. Второй момент, клиренс. Ну, такси не всегда заезжает, прям, наверное, по хорошим дорогам, где-то и по подворотням надо с завидной регулярностью кататься. Клиренс, шляпа, надо, пружины передние ломаются, надо менять. Ну, не знаю, наверное, не таксичный вариант. Ну, как-то, блин, жалковато. Таксичный вариант, вон, проехал Рено Логан. Вот это таксичный вариант. Ничего нету, барабан, ну, надежный ездит. Что вам еще надо? Во! С литыми дисками БУ на нее тоже оказывается не такой уж и большой выбор. С литьем, смотрите, если вы ищете прямо вот родное, родное литье, да, у вас могут быть проблемы, ну, это надо заказывать или там что-то где-то как-то смотреть. Не прям, чтобы проблема-проблема, но поискать придется, да, не на каждом углу. Вопрос в другом. Стандартная разболтовка у вот этого автомобиля, извиняюсь за тавтологию, она довольно стандартная, и она очень даже распространенная на самом деле. Поэтому какого-то, ну, жесткого криминала вы не увидите в том, что тяжело найти диски. Нет, разболтовка стандартная. Я бы на вашем месте просто, ну, если вам прямо надо родные-родные, ну, ищите родные, ждите, пытайтесь как-то привезти их из-за рубежа, просите, чтобы с машиной какой-то другой кто-то вас привозит, чтобы привезли ваши диски из-за рубежа. Они есть, надо поискать, хотя ценник не такой уж и приятный, если оригинал. Либо же второй вариант, ищите другие диски, не оригинальные, но с такой же разболтовкой. Разболтовка популярная. Ну, по крайней мере, я про 16 диски сейчас говорю. Прям вот ее много, ее найдешь без проблем. У меня летняя резина стоит на неродных дисках литых. Они мне понравились визуально, приобрел их. Сейчас вот не буду вас обманывать за сколько, но как-то получилось какие-то сущие копейки. Да, ради них, конечно, пришлось ехать в другой город, там, за 100 километров, но не суть. Обошлись они очень и очень дешево. Мне. Так что ищите, ну, я думаю, найдете. Разболтовка не уникальная, разболтовка не редкая. 18 вопрос. Ближе к ли я то куплю гибкое стекло и покрою панорамную крышу. От греха подальше. Честно говоря, с вами, я согласен. Учитывая, особенно посмотрите вот это видео, ну, я думаю, многие смотрели, у меня там немножко, как немножко, сильно-таки поломалось заднее стекло, от слова совсем, вот, и получил я некую психологическую травму в этом плане и что-то, короче, решил, да, надо, наверное, панораму тоже, ну, покрыть какой-то защитой. Чем конкретно, я пока не знаю, смотрю, какие цены, какие варианты, ассортимент на рынке, где лучше, но думаю, что панорамную крышу, наверное, какой-нибудь защитной пленкой, возможно, полиуретановой покрою. Это не совсем дешево, вот, если про полиуретан заводить тему, я узнавал, правда, в одном месте и не скажу производителя самой пленки, но мастера говорят, ой, хорошая, ой, хорошая. Не знаю, что они имеют в виду, ну, наверное, ой, хорошая. Так вот, ценник с работой, там что-то, ну, чуть больше 100 долларов выходил, может быть, 120, где-то вот так вот. Это на момент, ну, сейчас апреля 23 года, где-то так. Опять же, я единственное, не скажу производителя пленки. Полиуретановая, ну, не знаю, кто производитель, 120 долларов, ну, мне так сказали. Вот, дорого это, недорого, ну, не знаю. Если есть какая-то информация, покрывали, знаете, чем, есть какой-то опыт эксплуатации, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, я думаю, было бы многим интересно, на самом деле. Смысл в этом есть. Опять же, вот расскажу, вспомнил, у этих же мастеров, подъезжал, и когда уточнял, рассказывали мне историю, с полос какой-то человек, купил автомобиль, зимой, с панорамной крыши, ну, Peugeot 308, про него речь. И как-то так получилось, что человек не обратил внимания, и у него крыша была с трещиной. Трещина не сильно большая, ну, ну, как не сильно большая, но она через все стекло, там на углу где-то шла, ну, такая существенная. Просто он ее, ну, вот как-то не заметил, прозевал. Снег был, плохая погода, что-то не посмотрел, или там корка льда была, прозевал, все, купил с трещины, что делать? Вот ему экстренно, мастера эти наклеили защитную пленку, сказали, ну, в данной ситуации это максимум, что мы можем сделать, чтобы она хотя бы у тебя не текла. Потому что искать за рубежом, человек пытался, но говорит, это, во-первых, начинается где-то от 2000 евро, не знаю, правда-неправда, ну, просто за что купил, за то продал. И второй момент, что ты ее попробуй найди, и третий момент, что ты ее попробуй привезти. То есть у тебя, возможно, за саму доставку тоже возьмут еще немало денег. Потому что это стекло, оно здоровое, 2000 евро, если оно реально стоит, это не каждый еще компания его повезет. Это какая ответственность, и какой надо брать на себя риск. Так что, наверное, есть смысл все-таки защититься. Насколько это долго работает, не знаю, мастера мне сказали, что вот то, что они хотели делать мне, просто погода мне немножко помешала, то, что стоит 120 долларов с работой, полиуретан, говорят, этого хватает минимум на два года, но, как правило, и дольше. Защита хорошая, качество хорошее, то есть все как бы типа с ним окей. Вот насколько это правда, неправда, но вопрос другой. Так что, у кого есть какая-то информация, пишите в комментариях. Девятнадцатый. Заглушка устанавливается, а, заглушка в виде у меня как раз есть, это имеется в виду заглушка на радиатор. Так вот, заглушка устанавливается для защиты вентилятора в зимнее время от снега и обледенения. Вам в Беларуси этого не понять, у вас таких зим нету. В целом, с человеком я, наверное, здесь согласен, потому что после этого видео я еще внимательно все посмотрел, прочитал и так далее. Да, в руководстве по эксплуатации есть такая сносочка, что назначение основной этой заглушки, если вы ездите, а у вас снега, что называется, по колено. Вот примерно так. Ну, в принципе, да, наверное, в Беларуси у нас такое прям очень-очень-очень редко. Но, опять же, посмотрите видео, там у меня вся информация по этому поводу есть. Повторяться не буду. Подскажите, насколько надежен электрический стояночный тормоз? Значит, смотрите, учитывая, что у меня ручной тормоз, обычный, стандартный, мне о чем-то говорить, ну, с одной стороны, тяжеловато, с другой стороны, учитывая, что у меня автомобиль этот уже несколько лет, и канал вот последнее время посвящен ему много. Информации читаю про этот автомобиль, лажу там на различных каналах и так далее и тому подобное, все во всяких группах много, активно. Поток информации идет огромный, ну, мне, через меня и так далее, про этот автомобиль. Это я все к чему? Я даже, наверное, и не сильно-то припомню ситуации, что кто-то говорил, что у него поломался вот стояночный тормоз вот этот электрический. Вот, прям серьезно. То есть, проблема не то, что не массовая, мне даже как-то сходу и тяжело вспомнить, ну, последнюю из них, хотя бы, скажем, вот так, наверное, даже. Вот, чтобы вы понимали уровень. То есть, читаю много про Peugeot, смотрю много про Peugeot, но чтобы кто-то жаловался, что у него даже поломался, стояночный тормоз электрический. Не помню. Про кнопки что-то были, какие-то моменты, но там тяжело сказать, это вообще кто виноват, сам хозяин или автомобиль, именно про кнопку самого тормоза. А сам механизм? Не знаю. Ну, значит, однозначно он не проблемный. Вот это точно. Ну, как бы все. Если у кого-то больше информации, напишите, поделитесь. Существенная ли разница с рестайлом, например, с 2017 года? Рестайлинг и рестайлинг. Ну, смотрите, разница визуальная по кузову есть, спереди, сзади, по-моему, вообще никакой. Ну, то есть, обвес немножко другой, по умолчанию. Насколько это для вас критично. Второй момент, наверное, наиболее важный, это головное устройство. На до-рестайлинге, оно идет с операционной системой СМЕГ, и технология самого экрана, она тоже другая. После рестайлинга, там уже идет НАК. И технология экрана, опять же, другая, ну, то есть, сенсор экран получше, в разы. Вот это, ну, в принципе, существенно, потому что пользуются вам много и часто. И еще, наверное, моментик по поводу, по поводу, вот тут я затрудняюсь сказать, после рестайлинга, 1.6, если я не путаю, поправьте, по-моему, еще ставились какое-то время. Вот тут вот что-то даже встал в ступор. Я к чему, что после рестайлинга заливная пробка находится там, где и заливная пробка, ну, в бензобак. Или это только на моторах 1.5? Вот тут что-то я даже прям сам запутался. Слушайте, вот надо уточнить. Вот кто знает, прям напишите в комментариях, что-то вот я тут туплю, не хочу дезинформацию разводить. Суть в чем, что жидкость AdBlue, которую надо заливать, по умолчанию мотор 1.6, там 15-й год, она находится под багажником неудобно. Там надо открывать багажник, поднимать пол и заливать эту жидкость. Ну, немножко дискомфортно, бредово. А после рестайлинга она находится там, где, ну, где бензобак. Открываешь лючок бензобака и там просто две пробки вместо одной. Вот только я не помню, это 1.6 мотор или все-таки уже 1.5? Кто знает, поправьте. Заранее спасибо. Вопрос. Скажите, пожалуйста, могу ли я лить такое масло в коробку? Саи 75 WGL4 фирмы Феби Бильштейн. Или же лучше то, что рекомендует производитель, а именно Total, ну или Total. Смотрите, по вязкости и по допуску я сейчас по памяти так не скажу, но будет картинка. Значит, тут момент какой? Лично мое мнение никому не навязываю, что разницы то, что лить именно вам никакой нету, если масло по допуску и по вязкости соответствует. Total это будет, не Total, Феби, не Феби. Решайте сами. Главное, чтобы допуск этого масла соответствует тому, что производители рекомендуют и вязкость соответствует. Ну все, это вот лично мое мнение, что разницы никакой не будет. А даже если она какая-то там супер минимальная, вы этого точно не поймете, не почувствуете. Гораздо более важное поддельный ли продукт, настоящее ли масло. Вот как это выяснить? Не знаю. Это, наверное, надо идти к бабушке Ванге с шариком, чтобы она вот так вот делала. Не знаю. Тут просто обман может быть на каждом шагу, к сожалению. Поэтому решать вам тут я вам не подскажу, к сожалению. Так, про кольцо на турбине. Делал видео, заезжал к дилеру купить это кольцо. Отдельно его не продают. Купил весь патрубок в сборе, так как он состоит из двух частей. И конкретно мой кусок, я так понимаю, развалился. Ну да, возможно, такое и есть. Кстати, интересно, какой ценник нынче у дилера на данный элемент. Мне кажется, ценник должен быть приличный. Если колечко это стоит там несчастный доллар, даже меньше, это, наверное, с доставкой, там уже доллара полтора, или что-то вообще сущие мелочи, если из Китая брать. Кстати, на данный момент до сих пор ходит она нормально, ничего с ним не происходит, кому интересно. Вот. А патрубок этот, ну, я бы сказал, даже жирненько, конечно, поменять. Мне так кажется. Вот напишите, пожалуйста, за сколько вы его поменяли. Следующий вопрос. Как теперь после замены масла запотевание прошло или нет? Да, все прошло, все хорошо, все отлично, повторюсь, никаких проблем. Так что смело у этого продавца, если он там еще продает, и не знаю, они так часто, что самосворачиваются, по этой ссылке к видео про там ремонт кольца, все, проходите, все нормально, все хорошо. Мне пока нравится. Двадцать пятый. Подскажите, какие стойки лучше поставить? Не подскажу, так как не менял и, ну, к счастью, пока не сталкивался. Хотя, конечно, все мы там будем, стойки это такой, в принципе, расходник с нашими дорогами. Сами по видео видели, тут дороги, конечно, да. Кто менял, кто сталкивался, особенно если есть опыт, как они ходят, не ходят, вот прям большое вам спасибо, если опишите, что лучше брать, что лучше не брать. Заранее спасибо, не только от меня. Двадцать шестой. Может, про мембрану поясните, из которой также может потеть. Про мембрану, про мембрану, что тут пояснить? Имеется в виду вот эта мембрана, на видео сейчас покажу. Суть примерно, ну, мембрана картерных газов, если она рвется, если она становится корявая, дубовая, неэластичная, работает некорректно, в турбину забрасывается больше масла, и в принципе, некоторые люди вообще говорят, что там маслоотделитель вообще стоит, турбина в принципе как бы, ну, минимально там того масла должно закидываться, но иногда закидываются с большими пробегами, его побольше. В принципе, соглашусь, что да, наверное, причина одна из, ну, вот эта резинка. Если она прям порвалась, говорят, что масло может в турбину гнать прямо сильно, сильно много, вот прям откровенно много. Так что, если вы открываете турбину, там патрубок вскрываете, а там масла, ну, прямо много, прям много-много, вот скорее всего, первое дело, куда вам надо идти, это менять вот эту мембранку. Вот. Если же она просто старенькая, дубовая и коляная, ну, я даже не знаю, понимаете, я не вскрывал, и вам не советую. Она, как правило, говорят, все одноразовые, в том плане, что вот эта крышечка, которую вы вскроете, она одноразовая. В 90% случаев, потому что пластик старенький, температуры на моторе большие, и к большим пробегам снять ее с возможностью, чтобы поставить потом аккуратно, почти ни у кого не получается. Почти ни у кого. Поэтому, вот эта штука продается в Китае, ссылочку оставлю вам, стоит недорого, объективно говоря, и в Китае она продается сразу с вот этой вот крышкой. То есть, если вы прямо примерно понимаете, что вам ее надо менять, или предполагаете, заказываете из Китая с крышкой, открываете смело свою, можете ломать, ничего страшного, у вас в комплекте есть другая, меняете мембрану, и меняете крышку. Правда, некоторые говорят, не про этот Peugeot, а про другие автомобили, я именно канал какой-то про Volkswagen смотрел, и там вот мастер какой-то говорит, что китайские мембраны эти ходят недолго. Не могу ни согласиться, ни отрицать, не знаю, вот нет у меня такого опыта, как они ходят, эти китайские мембраны. Если такой опыт есть у вас, поделитесь. Но по факту, если вот мало ли проблема в мембране, из Китая прям будет совсем дешево. Оригинальные, они по-моему вообще не продаются, то есть надо какие-то заменители искать. Кто уже сталкивался, менял, скиньте, может ссылку, если не сложно, или номер, какой детали искать, ну, от какого автомобиля подходит. Потому что моторы, эти 1.6, они крайне распространенные, и может быть, там, ну, много от каких автомобилей подходить и в наш. Вот. Касаемо того, проблема только лишь в кольце, про которое я говорю, либо же, вот человек говорит, что проблема-то не в кольце изначально, проблема изначально вот в этой мембране. Ну, послушайте, тут момент какой. Да, мембрана старая. Да, мембрана немножко износилась. Критично? Нет, не критично. Можно ли бы ее было поменять на новую, чтобы все стало прям совсем хорошо? Ну, да, наверное, можно. Делает ли это кто-то? Слушайте, даже такой загонный, как я, этого пока не сделал. Хотя мысли были на всякий пожарный случай, что называется, просто поменять. А почему нет? Почему нет? Но я пока этого не делал. Посмотрю, может быть, как-то, что называется, руки будут прям сильно чесаться, поменяю, при этом не выкидывая старую, чтобы было. Что? Не знаю, у кого есть больше какой-то информации про вот эту, про мембранку, эту, про уплотнитель, ну, скиньте ссылку, поделитесь комментарием. Думаю, многим будет интересно. Ну и финальный вопрос. Каким-нибудь сканером пользуйтесь для компьютерной диагностики? Да, сканером каким-то пользуюсь. Не знаю, насколько тут видно хорошо-нехорошо. Обязательно сделаю про него видео, но чуть-чуть попозже. Вот, сканер, по сути, это аналог ELM-327, только, зараза, немножко дорогой и немножко более брендированный. А вот стоит ли его покупать, что он может, увидите в отдельном видео. Но, сразу давайте спойлер, ладно, чтобы не растягивать. Если вам прямо нужно сканер, чтобы просто какие-то элементарные ошибки прочитать, чтобы хоть немножко быть в курсе, что, где, как и почему, вот эта штука вам не нужна. Покупайте обычную ELM-327. Это вот краткий, маленький спойлер. Либо же, если вам прямо более-менее надо в чем-то разобраться, то вам тогда нужен полноценный Peugeot-шный сканер уже, Lexia. Ну, китайская хотя бы. Она там стоит что-то в районе, может быть, 70 долларов уже. Что-то такое. Даже, может, и немножко больше. Как-то так. Ну и, собственно говоря, у меня на этом все. Больше добавить нечего. Вопросы, если есть, задавайте. Это уже 13-й выпуск. В нем вопросов, там, не знаю, тут пускай 27. Раньше, там, до этого было, там, по 40 вопросов. Там их суммарно уже столько. Я не знаю, когда они закончатся. Откуда у вас они вообще появляются? Но, тем не менее, если еще есть вопросы по этому автомобилю, пишите, задавайте, обязательно отвечу. Кому сразу отвечаю, кому попозже отвечаю, кому видео записываю, делаю. Стараюсь как-то, ну, никого не обидеть, никого не подзабыть. Но если вдруг так получается, что я вам не отвечаю, уж сильно не обижайтесь, потому что, ну, что называется, вас много, я один. Но я стараюсь. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok